Всем подписчикам большой привет! Хотел с вами поделиться интересным устройством, которое недавно я начал использовать. Это доска для скручивания листовых чаев для последующей сушки и ферментации их. Иван-чай, вишня, малина, любые другие листы, листья смородины можно скручивать и затем ферментировать. Доска представляет из себя вот такой квадрат 360 на 360, который вырезан из дерева. Мне пришла доска из листовой фанеры. На ней профрезерованы вот такие вот концентрические лучи в виде солнышка. С помощью этой доски процесс скручивания листа, который обычно осуществляется руками, это очень долгая и трудоемкая процедура, очень быстро и существенно упрощается. Для того, чтобы эта доска сложила долго, нужно ее затем, перед тем, как использовать, доработать, то есть пропитать ее грунтовкой. Я использовал универсальную грунтовку по дереву метаморазольная. Вы наносите грунт, вот он белого цвета. И затем на два слоя можете, эта доска будет служить у вас долго. Процесс скручивания заключается в следующем. Вы должны найти какую-то посудину, емкость, которая желательно прозрачная, для того, чтобы видно был сам процесс. В который помещаете у вас листовой, я замораживаю его, допустим, другие просто подвяливают. И этот иван-чай, у меня вот иван-чай, помещается в эту самую емкость. Вот у меня немножечко уже попробован. И затем на этой доске он у нас очень быстро скручивается. Процесс скручивания заключается в следующем. Вы должны поместить в эту емкость. И затем вот такими движениями по кругу, навстречу вот этим самым лучам, навстречу именно, вы начинаете движения вот такие концентрические. И лист, попадая в эти пазы, начинает закручиваться. И при этом не выскакивает за пределы этой доски. То есть я этот лист не собираю, он сам собирается в комок. Попадая в него, он закручивается, скручивается, дает сок. Я сейчас покажу, что в результате получается. Но движения должны быть именно навстречу вот этим лучам. То есть тогда он закручивается. Вот я показываю, что получается. Вот получается вот такой вот. Каждый листик у нас скручен. Вот он уже готовый для дальнейшей ферментации. И дам сок. То есть удобно очень затем сушить его. Следующий этап это помещение вот этого скрученного уже листа. Он уже у нас в таком вот виде. Сушилку. Вначале в емкость для ферментации. Если вы занимаетесь вакуумной ферментацией. То есть растребушите его немножечко. И затем помещаете. У меня есть видео потом. Дальнейшее для этого. Вот такое хитрое. Не очень хитрое. Но очень существенно облегчающее устройство. Рекомендую приобретение. Продолжение следует. Продолжение следует...